Ммм... Человек... Здравствуй, путник. Что ж ты один ходишь так далеко в лес? Здесь даже тропинок не вытоптано. До ближайшей дороги не один километр. Не боишься? Например, встретиться с кем-то опасным. Но есть много существ куда опаснее человека. Да брось ты! Без оружия вы мало на что способны. Это я о ваших ружьях, может даже арбалетах и луках. Даже с холодным оружием вы не слишком умелы. Ого! Ты как раз один из них. Охотник? Ммм... Серебро. А что сразу не осиновый кол? Лучше убери свою... Даже не знаю, как назвать это недоразумение. Спрячь эту зубочистку назад в ножны, пока не поранился. Красивый блеск и все такое, только жутко непрактично. Непрочный ведь. Или ты ведьмака переиграл? Чудовище здесь... Хм... Нет. Что я здесь делаю? Хм... Гуляю. Хм... Хм... Чувствуешь ложь? Хорошо. Тогда теперь скажу правду. Я тоже охочусь. С чего ты взял, что у меня нет оружия? Необъективная оценка собеседника может сыграть с тобой злую шутку. Вампир, я тебя умоляю, мне не нужен настолько же длинный ножик, как тебе, чтобы чувствовать себя в безопасности. И только поэтому я вампир... Что ж... Ты сам напросился... Это лишь один... А у меня их хватит настолько, чтобы ты остался прикованным к этому дереву навсегда. Шутка. Хм... 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 Это для мелкой дичи и даже рыб. Здесь неподалеку речушка. Если не веришь, могу при тебе пригвоздить рыбу ко дну. Если выиграю спор, будешь должен... Ну, например, ее приготовить. Идем. Места здесь безлюдные, дичи очень много. К тому же, она не приучена прятаться от людей. Но если будешь дальше так же шумно передвигаться, то... Даже рыба расплывется. Это не я слишком тихо хожу. Это ты испытываешь мое терпение. Нарушаешь привычную тишину. Нет, я живу не совсем здесь. Но у меня дома так же тихо. А вот и речушка. Конечно, здесь есть рыба. Я знаю эти места за годы охоты. А? Ну да, ну да. Я совсем молода выгляжу. Просто... Мы с детства ходили здесь с отцом. Чувствуешь, как с юга тянет свежестью? Скоро будет дождь. Для тебя это... Хотя... Уже не важно. А вот и рыбешка. Смотришь? Опа! Пожалуйста. Тихо, тихо. Убери эту игрушку. Она все равно тебе не поможет. Да, я вампир. Нет, не убиваю. Без необходимости. Где ты вычитал, что серебро и фиктивнее стали? Это все детские сказки для тех, кому хочется верить, что есть способы защититься. Ну или для тех, кому некуда деть деньги. Если не будешь делать глупостей, ничего тебе не угрожает. Ну, по крайней мере, в целом ты уйдешь спокойно. Нет, не сейчас. Пройдемся вглубь. В чащу. Я не хочу питаться прямо посреди леса. Ну, давай без этого. Не порть вкус крови глупым страхом. Если у меня будет хорошее настроение, то я даже сделаю тебе подарок. Человек, ты все равно не сможешь убежать. Давай без глупостей. Осталось всего ничего до моего дома. Там моя сестра, но можешь ее не бояться. Она сыта. И если тебе так интересно, то я всего лишь возьму небольшую часть твоей крови. Не больше, чем отдают за раз стандартные доноры. И даже напою сладким чаем, чтобы ты не свалился где-нибудь на подходе к дому. А ко мне не пришли потом твои друзья. Да нет. С чего мне их бояться? Я просто не хочу лишних жертв. Я, если можно так сказать, вегетарианка. Беру ровно столько, сколько человек может потерять без вреда для здоровья. Одних и тех же стараюсь не кусать. Если только очень приятно пахнет. Не понимаю, откуда столько страха? Я ведь даже всех своих возможностей не показывала. Ну, подумаешь, рыбку поймала. Это дело меткости и натренированности. Так сможешь даже ты. Правда, потренироваться придется не один год. Впрочем, не важно. Подумай лучше о хорошем. Ты впервые встретился с настоящим вампиром. Теперь знаешь, что мы не настолько страшные. Ну, я надеюсь, что тебе так не показалось. Я все-таки слежу за внешним видом. Так вот, эта территория принадлежит моей семье не одну сотню лет. Чужаков здесь нет, я бы почуяла. Так что не беспокойся. Здесь лишь я и моя сестра. Мы миролюбивы и осторожны. Особенно в отношении таких, как ты. А вот и дом. Проходи, проходи. Располагайся. Здесь чисто и светло. Да, представь себе. А ты чего ожидал увидеть? Гробы, мрак, сырость. Это все следствие чтения глупых книг и просмотра не менее глупых фильмов. Они ничего не знают о настоящих вампировах. Я уверена, даже такие, как ты, кто однажды услышал слухи о том, что в этом районе есть вампиры, все равно ничего о нас не знаете. Ох, не беспокойся. Сестра не будет нас беспокоить. Она уважает меня и моих гостей. Сядь-ка вон туда. Я поставлю греться чайник. Ничего, ничего, ты посиди, подожди, пока он закипит. Вот и все. А ты боялся. Вот тебе чай. Пей, пей. Это необходимо. А теперь, человек, извини, мне придется стереть тебе память, чтобы не стал рассказывать знакомым обо мне, а то накликаешь на них беду. Прости, человек, если понадобится, я сама найду тебя, и мы познакомимся снова. Хоть ты забудешь, кто я, но меня зовут Кэтрин Делэн. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.